ой да ребятки ой да ой да привет мои дорогие привет мои хорошие я рада приветствовать вас на своем канале меня зовут инга и это у нас с вами мор утопия и наше прохождение слепое прохождение по этой игре которые еще называют патологик итак друзья как я и говорила я прошла дополнительный квест успела поговорить со спичкой и поскольку больше не пришлось мне метаться туда-обратно понятно было что надо сразу поговорить с псевдоклары и тут же сделать анализа крови и тут же с ней поговорить у нас осталось еще немножко времени давайте мы продолжим и вот мы находимся да 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 мы тут танцуем и у нас на самом деле еще шесть часов до начала дня у нас час и мы собираемся с вами уже выспавшись направиться тебе что-то изменилось я иду в театр я иду в театр так ох ты ж а и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... сама по себе так вот во первых мы не знаем где у нас сейчас болезнь но мы знаем как пройти беги-беги я видела краем глаза там бегает бандит но мы знаем как пройти к театру кроме того друзья пока хотя у нас не так много времени давайте-ка пойдем я хотела залезть в дом помародерить в доме у нас как-то все никак не получается это сделать в принципе это можно здесь сделать но так а почему у нас тут вообще-то не должно быть зараженного квартала по идее если день не прошел подождите у нас же здесь уже была болезнь ах ты шайся теперь у нас театр заражил а я без одежды а я без одежды так быстренько одежду поджигатель идет сейчас у нас кидаться будет да скорее 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 сегодня кое-кого могли привязать к этому столбу я чудом избежала казнь меня благородно оправдал бакалавр невероятно песочная грязь не человек так доказали но кто же источник ясно же что все дело в этой девчонке ты можешь сбежать от кого угодно даже от карающей длани инквизитора но ты не сбежишь от самой себя земляная сестра дышит тебе в затылок как же нам быть кажется против меня весь мир из этой петли не вырваться неужели казнь неизбежна спокойно не выйти можно оставаться орудием или становиться мятежником дело свободного выбора марионетки гуляют спокойно а человеку приходится биться в петле а да что же творится в этом городе так для начала давайте-ка мы выйдем и посмотрим что творится у нас тут ой по мусорникам тут лазить опасно и по большому счету ну-ка дайте каме карту мне надо сейчас добежать до влада и я думаю как раз пройдет час начнется новый день и мы у него возьмем карту карту зараженной местности потому что вот только сейчас она так ты будешь на нас кидаться нет вроде не кидается за ним бежит стражник а это значит что нам тоже может достаться так все смотрите там вроде как заканчивается зона я я я я я я я наступило утро заразились даже вместе с инквизитором нам не победить так господи это не то место где надо читать друзья я не успела прочитать что там было написано поэтому извините то черт возьми опять хватанули инфекцию здесь же было уже зараженный квартал как же так он опять зараженный обалдеть тема вообще что за костры тут какие-то горят а ну да вот мы здесь так ладно зараза схватили но как я и говорю здесь наверное все таки придется я не знаю хватать постоянно и просто не обращаясь на это внимание не расходовать на это никакие бутыльки и так далее и тому подобное все идем все кладу и так влад так подозревала давай-ка поначалу посмотрим что у нас ой не здесь а здесь пока что не видно какая инфекция уже усталости голод и иммунитет и здоровье и все в общем то не очень хорошо кроме того нам там какие-то письма пришли нет это не здесь это вот здесь смотрите к письмо большого влада дорогой доктор термитник открыт вот дорога внутрь и открыто я прошу у вас прощения за сокрытие реальных причин блокады я виноват виноват страшно но верьте мне все что я делал было сделано только из самых лучших побуждений влад альгимский ну что ж тогда это принципе объясняет почему у нас вокруг костры значит термитник открыт степняки вышли и они тут жгут костры это так я так понимаю так у нас вечером ничего а вечернее письмо властей к этого мы не читали давайте почитаем мы очень недовольны однако у вас есть а однако у вас еще есть шанс на победу повинуйтесь инквизитору заодно напоминаю вам что хотя его первейшая и прямая обязанность пресечения эпидемии любой ценой предполагается что таланты квизитора позволит при этом добиться этого с минимальными потерями с минимальными потерями интересно чтобы это не значило корректировка приказа под нашими словами следует разуметь следующее когда мы говорим любой ценой то имеем виду что не нужно считаться с человеческими жертвами если в этом городе не останется ни одного живого человека то мор будет остановлен нас полностью устроит такой вариант ничего себе город должен уцелеть если город хоть частично пострадает такого конца мы не вынесем более того утрата этого города сделает все происходящее бессмысленным связи с этим мы возвращаем в исходное состояние городской собор и рекомендуем возобновить представление в городском театре и так помните любой ценой это что это такое за странный приказ и почему им город собственно говоря важнее чем люди это очень странно так и у нас письмо большого влада ладно и так младше влада что вы этого не ожидали мне нужна карта опасных районов так цена прежняя 1000 все давайте деньги я спешу и мы взяли карту давайте посмотрим на нее ох елки с палками подождите но у нас же здесь уже был был были за разные районы почему они опять тут зараза вот это неприятность вот это неприятность зато здесь у нас все чисто ох ты ж елки но они же были уже заражены да друзья так хорошо ладно день у нас начался и что мы можем теперь чем мы можем теперь заняться вот этот район у нас чистый вообще чистый мне по-прежнему нужно нужен провиант и давайте-ка посмотрим что мы можем сделать вот здесь какой-то магазин ну из продуктовых магазинов вот здесь приют смотрите лары равель остался неразороженным то есть мы сейчас можно пройти по лестнице и как-то здесь в этом районе отовариться либо залезть в дом пока нам не пришли никакие утренние задания собственно говоря можно наверное залезть и в этот дом а ну-ка а если отмычкой друзья давайте-ка я сохранюсь на всякий случай никогда никогда не занималась взломом так подожди кулаки спрячь еще какая-то записка нам пришла а тут люди деньги цветочки деньги нам нужна еда вообще-то по большому счету здрасте тетенька в шкафчиках есть что-нибудь нету почему у вас так пусто чем почему вы не завтракаете день уже начался время идет записка пришла надо наверное посмотреть дайте-ка я поднимусь на второй этаж смотрю что у нас тут есть ухты крючок девчушка сейчас мы с тобой будем меняться почему 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 а ухты банка с огурцами мясо а она не будет со мной меняться я тыри у нее последние огурцы понятно ну я же добрый вор сейчас она пошла папина стучит это очень крипово выглядит пацан так давай меняться с тобой меняться нечем и тут твой папа я так понимаю и если я сейчас на глазах у изумленного папа полезу в шкаф он мне этого не простит до как бы сделать чтобы папа отсюда ушел точно 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 папа меня начинает мутузить нещадно господи где у вас была лестница она наверно того не стоила это точно кстати я могу сюда опять зайти могу а подожди у нас тут насквозь выход да друзья я теряю время и я даже более чем уверена что я сейчас наверное просто перезагружусь и не буду заниматься шарением по тумбочкам потому как четко потому что это бесполезное занятие смотрите у них есть часы вот так что загрузим то до того как мы сюда вошли вот входить не будем отмычку оставим в покое а лучше мы прочтем вот что нам сейчас пришло и итак прощальное письмо евы ян мое время пришло мне нужно очистить следы вчерашнего святотатства хочу чтобы сделалось чудо хочу подготовить место для новой гости прощай мой даниил будь счастлив все к лучшему а я всегда хотела умереть именно так ева чего так друзья ну-ка помчались к мы быстренько домой так где мы находимся ева спятила окончательно его я да она говорила о каком-то сюрпризе это и был твой сюрприз это вообще-то конечно очень странно с ее стороны так мужик подожди есть у тебя что-нибудь а то у нас тут такие дела намечаются да друзья я посмотрела на записи я частенько забываю нажать вот здесь вот галочку в любой торговли поэтому у нас сейчас так мало патронов и вообще все не очень так ну хотя бы здесь квартал у нас есть карта что уже немало важно немаловажно его ян ты чё ты чё задумала всех поехала крыша ой а ты кто такая а его где наконец-то вы здесь айон случилось несчастье ты уже знаешь мой хозяин велел скорее звать тебя на помощь кто твой хозяин и где его так тут вы хозяин ты здесь один твоя женщина здесь нет ну как видишь тогда скорее иди к андрею ему нужна твоя помощь чтобы вернуть ее забрать ее у червей она пошла к ним добровольно но это от безумия как он сказал он знает где его точно говорит что он велел себе передать у каких еще червей причем тут черви не сердитесь на меня ой он андрей сказал мне лететь к айону проверить там ли его женщина сказал если там передать что я сейчас приду чтобы не делала над собой насилия если не будет женщины но будет айон зови его на помощь предстоит бой я ничего не могу понять так видно надо говорить с андреем они с тобой тогда андреем как туда добраться точно не с тобой как мне усложить себя господин фу какая гадость я позову тебя когда мне потребуется помыть посуду фу какая гадость черт возьми к андрею так теперь давайте-ка я посмотрю а как как я могу к нему пробраться малыми потерями ох боюсь никак пройти вот здесь вот заскочить магазин ну и как-то вот здесь вот так наверное ох это будет еще тот денёчек я уже предвкушение все нет я не буду лазить по домам понятно что там можно действительно много всего интересного найти но так у нас точно больше не было никаких писем потому что тут надо письмо большого влада и прощальное письмо его так хорошо а что у нас из заданий его больше нет как же и как же его на меня не меня одного беспокоило ее отсутствие андрей стоматина рвет и мечет интересно откуда он узнал об ее исчезновение но это с нами другие дела задачи дня пока что еще не проявили себя сейчас вот часу не легче уж кто кто а его то у меня вообще как бы опять какое-то письмо приказ инквизитора бакалавр данковскому лично в руки получение подтвердить ознакомьтесь ознакомилась с вашими материалами настоятельно рекомендую явиться для объяснительной беседы вы найдете меня в городском соборе с уважением аглая лилич правительственный инквизитор подожди его я на инквизитор но мы хорошо что мы далеко не отошли от этого собора самое время туда явиться сейчас мы еще проверим тут кое-что ну что уж давайте сначала конквизитору поскольку вот тут собор она обосновалась соборе как это символично сколько у нас время 8 маке вау ой да ребятки ой да ой да я не враг тебе мы заключим союз против общего врага и восторжествует истина о май год даниил данковский сердечно рада вам действительно сердечно рада я уже имела честь познакомиться с вами но наверное вы не помните когда и как это случилось я была на вашем докладе когда вы демонстрировали воскресшую даму три года назад у ламарки и даже взяла у вас автограф девушка в длинной рубашке не помните я еще спрашивала о стеклянных губах ну лично я не помню но может быть наш бакалавр помнит о вот как повернулась изба сердечно рада могла я но тогда вы назвались стелла стелла корс отлич на самом деле я зашла из чистого любопытства у меня не было ни задания не корыстного интереса но впечатление было сильное спасибо но сюда вас привело отнесли любопытство не так ли вообще-то нам обещали одного второго а прислали совершенно другого инквизитора до приступим к делу вашей миссии было найти верный способ полного уничтожения нашего врага мне нужно было лишь реализовать ваше решение и так я посмотрела ваши материалы и нашла там именно то чего больше всего боялась ну да я проиграл вы победили почти очень хорошо что вы вчера не нашли разносчика в самом деле события повернулись в неожиданную сторону данковский у нас с вами впереди много бесед и много дел буду краткой все это время вас пытались убить это во-первых обалдеть во вторых обмануть в третьих использовать ваш авторитет и вашу любовь к истине ради преступной цели интересно весьма но ведь приехали сюда по собственному желанию тонатику почти уничтожили ваша последняя надежда была сенсация общественный резонанс ставка на шок наглядное подтверждение вашей правоты вы поправляйте меня если я ошибаюсь это все версии вообще-то да наверное он мы же явились сюда действительно в последние попытки спасти тонатику потому что выхода не было либо сюда и добиться здесь чего-то либо так сказать дело всей нашей жизни закроют все точно тут в руки вам попадает якобы случайное письмо якобы случайное письмо от истедора бурыха вы едете сюда как кстати не правда ли а тут как назло единственный местный медик умирает он ведь умер не от болезни как мне сказали его убили так что ты хочешь сказать что то я что ли построил все но вы какая удача как раз оказались в этой глуши и вам присылают приказ без победы не возвращаться тут подожди кстати действительно был представитель властей мне же приказ то присылали власти о скоро узнаете только позвольте сначала я утверждусь в вашем образе мысли хорошо но мне нечего бояться сколько воронья скопилось над городом воронья или воронья вас отправили на бой с врагом которого в принципе нельзя победить слепой надежде что случится чудо и вы с вашим незаурядным умом найдете один шанс из миллиона а чтобы не спугнуть усердно уверяли вас что этот враг подлежит уничтожению видите как коварно бывают власти так зачем я полностью перестал понимать мотивы да это не просто вы станете понимать еще меньше когда узнаете что в то самое время как они отдали мне приказ сохранить этот ансамбль любой ценой не считаясь ни с какими потерями они двинули сюда части действующей армии а теперь самое интересное вы уже знаете кто ее ведет и вообще что это за армия такая я весь внимание везет и герой войны александр блок так автор грядущей военной реформы карстовые бороды ломанный фронт ну знаете конечно да не может быть чтоб сюда действительно армию вели это не санитарная армия у них нет специалистов ни оборудования не даже подходящего для этой цели вооружения по сути это два артиллерийских полка которые двигались на фронт после удачных маневров спешно ком укомплектованной ротой с санаторов огнеметчиков не странно ли да это не то что странно это страшно ничего не напоминает напоминает блок это я и полагаю вы тоже какой блок нет как случайно и как кстати оказался блок просто он неподалеку проводил маневры светило военные мысли объект ненависти всего нашего генералитета лично принял состав с новым дальнобойным орудием которое как раз гнали на фронт по северо-западной ветке и вот так ну теперь понятно немножко ситуация да я тоже узнаю ситуацию мы все попались в этот капкан поквитаться бы с ними у бакалавр я так не говорила именно все это время здесь действовало несколько наблюдателей трое точно трое точно они вели статистику записывали свои наблюдения обходили дома скрывались от городских правителей и маскирую а и маскируясь под трупоносов это они а точнее один из них рассылали тебе ежедневные письма обалдеть слушайте вот это интригой это вся эта эпидемия на самом деле выеденного яйца не стоит на фоне того что здесь происходит а зачем какой абсурд кому могло понадобиться такое один из них что это означает трое кому могло понадобиться властям это они они каины хотели заставить себя прийти к победным выводам самостоятельным путем любая ложная гипотеза могла оказаться фатальной времени на то чтобы дружно развивать ошибочную теорию не было важно другое власти заранее знали о том что здесь начнется это именно эта эпидемия не думаю тогда бы подготовились получше в том что они страстно хотят сохранить этот городок у меня сомнений нет нет они не знали наверняка что именно тут случится это интереснее всего но к неприятностям готовились все их эмиссары были достойно проинструктированы понятно значит блистательно александра блок был направлен сюда совсем не для карантинных мер до тебя только сейчас дошло бакалавр и я так думаю блок был спешно направлен сюда на тот случай если бы город угрозила опасность с которой можно справиться военной помощью то есть просто перебить всех этих мне кажется все это дело от термитника идет так так что же было известно властям это и есть загадка на которую я хочу найти ответ именно это головоломка тревожит меня больше всего а совсем не тайна возникновения загадочного заболевания которое хочу поручить вам даниил так с чего мы начнем я хочу изучить отчеты наблюдатели но даже для того чтобы изъять их без вашей помощи мнения не мне не обойтись опасаясь что у них строгий приказ держать меня в полной информативной изоляции как и вас бакалавр еще пару дней назад зачем чтобы наши с вами гениальные умы независимо от каких-либо внешних источников нашли верное решение вот зачем и так если я пошлю за ними или явлюсь забрать их материалы лично они уничтожат их а может быть даже предпочтут скрыться или покончить с собой поэтому я прошу вас выступить от моего имени а если они не отдадут отчетов вам почему отдадут мне ваша миссия завершена и им грозит смерть думаю все они постараются сегодня же скрыться подальше от моего всевидящего ока так и хорошо как я их найду они были вынуждены много ходить осматривать проверять наверно они выглядят как те кто выполняет ту самую грязную работу или тщательно замаскированы рискну предположить что сегодня они вылезут наружу где бы они не прятались до сих пор а где они могли прятаться но вы меня спрашиваете я здесь всего несколько часов а вы уже неделю поинтересуйтесь у местных правителей думаю они равномерно рассредоточены по всему городу наверняка один действовал здесь в каменном дворе 2 в узлах 3 в земле на вы неплохо осведомлены мадам это все я не враг тебе мы заключим союз против общего врага прошивайте истина чем займетесь вы пока я буду искать наблюдателя говорили что приедет или карминский или орф а чем вы займетесь да прошу членов правящих семей и многих других кого сочту достойным внимания сегодняшний день вообще будет посвящен местной элите знаю мы остановили разговор на самом интересном месте на источнике именно к этому я и вел с вашего позволения мы перенесем этот разговор на завтра прежде чем приступать к поискам не нужно составить самую полную картину произошедшего здесь поэтому первая очередная задача допросить приближенных и собрать отчета наблюдатели я бы хотел попросить вас об одолжении я потратил немало сил убеждая всех оставаться дома и не выходить снаружи воздух этих улиц убивает иной раз я рисковал зажим только чтобы не допустить лишнего риска о каком одолжение хочу попросить ну-ка давайте-ка хорошенькое дело что же я буду как молочница ходить от двери до двери болезни я не боюсь однако мне это как-то не к лицу я взял взяла с вами дружеский тон потому что хочу чтобы мы доверяли друг другу но для остальных я инквизитор вы не забыли что это за сам в таком случае проследите за тем чтобы каждый кого ваши помощники будут выводить на улицу принимал перед этим иммунные препараты а давайте гнуть свою ветку хорошо я дам такое распоряжение я вообще намерена ликвидировать у альгимских запас медикаментов и лично заняться распределением лекарств оставьте мне много для личных нужд так мадам давай-ка тебя добьем окончательно кто вырос и кому вы надоели говорили кстати что приедет или карминский или орф вызов вы разочарованы нет мы ждали карателя вместо этого слетел ангел нет разве что лично для вас дорогой даниил нрав у меня страшный чем вы еще не раз убедитесь крови придется пролить немало но я не сомневаюсь и этим я выгодно отличаясь от карминского что мне удастся ограничиться ограничиться только необходимыми жертвами а это профессиональная наверное у вас что еще можно рассыльно не встретился тебе по пути нет не встретился и вообще ничего я никак не могу прийти в себя я действительно не могу прийти в себя господи я даже сойти с этих ступенек не могу ну что эти даже да они все тоже в шоке они просто в шоке мы помним какая там картинка наверху да вот и я сейчас себя также чувствую и так карта это что это где-то здесь все это время работал наблюдатель каменного двора где-то здесь это время работал наблюдатель узлов а здесь работал наблюдатель земли так задание я правда ложь еще между правдой и ложью три наблюдателя от властей все это время кропотливо шпионили за мной и собирали ценные сведения в каждое третье поселение прикрывая маской исполнителя 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 гадина вылезла из укрытия что же стоит познакомиться с ними поближе для начала возьмем у каждого документ для инквизитора так подождите я даже про его забыла честно говоря тот может быть это его тоже мне мозг пудрит теперь я уже вообще не знали все собирались меня оказываются убить хотя верить этому инквизитору тоже особенно не стоит так подождите а помните говорил этот самый как его горбун что у его двери стоит этот вот кстати и стоит да он же говорил что стоит как его помощник и помощник я наблюдатель наблюдатель каменного двора мне нужны ваши материала пожалуйста вот они больше не приходите мы скоро исчезнем отсюда никто отсюда не исчезнет без моего ведома так нам дали какую-то книжку ну-ка покажите а куда мне ее дали о ля-ля слушайте а ну как раз для трех книжек у меня есть место опа какое-то письмецо нам пришло письмо самозванки елки с палками ева встала на краешке соборной балюстрады скинула руки и сделала шаг вперед воздух не поднял ее она не сумела взлететь чудо не произошло я знаю зачем его совершила то что совершила хочешь приоткрою тебе секрет новая гостья не аглая святотатство не мор в соборе святотатство то и вчерашнее нерадение вчера ты должен был победить ты не победил может у твоей новой муза выйдет лучше чем а получалось у нее место для новой гости она хотела подготовить в твоем сердце подумай об этом до досуге клара вестница чего какая вас какого собора так что был соборе никто с собора не прыгал что вы мне мозг пудрите ну-ка давайте-ка сбегаем к собору или они все-таки или все-таки кто-то сбивает на смотрите только мы у этого наблюдателя взяли документы как тот же раз пришло письмо какие руки какого собора никого тут нету никто никуда не прыгал я тоже я трачу время вообще-то по-хорошему давайте я бегу этот собор нету тут никакой надеюсь что нету о нет я не верю я не верю всем этим запискам меня все это время водили за нас хотя может быть это инквизитор в общем друзья я смятение наверное в таком же смятение в каком и сам бакалавр никто никуда не прыгал все идемте к андрею стоматину и по пути будем смотреть где еще могут быть эти наблюдатели да помните был разговор о том что теперь назначаются наблюдатели которые будут стоять у дверей там смотреть там приносить еду если люди в этом нуждаются и так далее там подобное стоит птицу точно стоит значит еще две такие птицы будут где-то всех районах хотя по идее смотрите мы его нашли здесь а просто это ладошечка стоит в середине района а птица может быть друзья это будет длинный день нам некогда рассматривать собора давайте-ка мы все-таки попробуем выдвигаться побыстрее и так я все еще в одежде да я в одежде 64 процентов 80 оружие 96 берем оружие увидали уже там крыса бегает черт себе побрал крыса полин компот все она меня занесла инфекцию у меня нету патронов а куда мы можем убежать от нее дом горбуна он открыт как это все не кстати от чертова крысы получить заражение надо чаще сохраняться кстати у горбу на ничего не появилось я думаю что нет и у нас нету патронов все пистолет у нас бесполезен мне нужно дети придется брать знаете что я прихожу к выводу что я очень плохо подготовилась к развивающимся событием все до сих пор было очень easy а вот теперь я так бездумно растратила эти патроны тогда стреляя направо и налево а теперь у меня всего три патрона песчаный ангел я не шевелюсь я не шевелюсь я не шевелюсь улетай я даже боюсь подвинуть голову майкутом улетел а детки расхаживают по зараженным районов только так только в путь прячь но вот крошка стала убегать от меня давайте-ка в магазин так что у нас тут есть что-нибудь 1200 слушайте а цена то упали ну-ка давайте а мясо вяленая рыба сухари такая рыба все берем все берем берем все молоко наверное не буду брать давайте-ка я сразу что-нибудь и зажую так провиант сухари ох как хорошо рыба голод снимает отлично так я сюда залезала уже да так может быть зайти к этой самой как назвали это лара все равно мы здесь проходим мне нужно дети дети где вы дети все гуляют в этих зачемленных районах нет дети здесь хорошо есть дети отлично так во первых посмотрим что у тебя есть здесь таблетки как обычно никакая не еда с тобой все в порядке хенин поможет поможет хенин зря мы сюда зашли но зато теперь мы знаем что здесь ничего нет так тут аптека и столько что были дети теперь их нет он еще тут он еще тут господи страсть то какое состояние но инфекцию мы подхватили голод иммунитет слушайте давайте съедим я уже даже не знаю иммунитет кстати медикаменты я хорошо повышает передозировкой так не давайте-ка мы съедим оригинальный где там провиант вот лимон повысили иммунитет отлично время 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 и у нас нету боеприпасов это конечно черта здесь уже зараженный квартал как мне быть как мне быть ох друзья я на самом деле в шоке просто в шоке шоке так это у нас что еще какое-то письмо так давай встанем здесь и почитаем что за письмо записка бурыха а и он бурых бурых подожди бурых а бурых позавчера я оказал тебе услугу не откажи мне сегодня во встречной чрезвычайно нужен похоронный реквизит а именно маска и плач исполнителя на них теперь редкий спрос отовсюду где прежде были исчезли может быть кто-то что-то осталось театре мне туда вход заказан если у тебя есть возможность достань отдам за эти вещи все что попросишь так артемий с такой же просьбы к тебе обратилась обратиться сама звонка мой тебе совет откажи обманет не говори что я просил погибнут люди это вы издеваетесь вообще и что мне теперь делать а где мне теперь достать эти штуки в театре ну что друзья поход сюда отменяется мне надо в театр мне надо где-то здесь найти этого наблюдателя и идти в театр за реквизитом за масками эти молотят бедных зараженных уж кто кто по-моему они хотя теперь бог его знает может быть и под маской этих под плащем этих зараженных ходили тоже эти осведомители наблюдатели и так далее я пуху знает понятия не имею так да вот именно так мы будем ходить теперь здесь не было так ну-ка давайте-ка в магазин может быть у нас мир перезарядится это она там есть тогда так принципе мы уже хватанули дозу а еще и поджигатели бегают ты движешься или ты на месте стоишь облако она стоит на месте что такое у меня не работает теперь этот он меня при этом заражает как вы думаете с песчаным ангелом вообще непонятное дело не всегда работает визир так товарищ масок у вас нету что все к лучшему в этом лучшем из миров не думаю нет никаких масок и что теперь делать не знаю так во первых нам надо с вами тут где-то искать этого секундочку осведомителя ох 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 так могу я где-то здесь выйти из этого театра помогут это были выходы я бы вот не хочу обратно выходить вышла бы сюда и начала бы поиски отсюда тем более здесь у нас какой-то по-моему это у нас аптека туда нет это одежный магазин может быть и одежный магазин не пригодился бы кстати здесь тоже какой-то мусорники а по птичка так подожди птичка здесь то у нас не заразный район же да нет заразный что это за треск такой я очень сожалею я здесь ни разу не было в этом сквере смотри-ка колодец мусорники тихо она сюда идет блин я наблюдатель узлов мне нужны ваши материалы а может вы мне маску отдадите от инквизиторши явились то нет я сам по себе тогда возьмите мне они хвала небесам больше ни к чему вечером мы уедем отсюда и вряд ли вы куда-то уедете но до тех пор прошу не говорите о нас инквизитору иначе мы все погибнем ну почему она страшная ведьма к тому же ведьма приговоренная эта миссия и и прощальный отпуск перед эшафотом она не упустит ни одной возможности поквитаться с представителями власти интересно так ты мне дал у меня он там уместился что за чавканье такое так и здесь есть выход я сюда то зачем шла подожди о май год прочее где-то здесь что-то чаткает в этом то что вот еще колодец и у влада там колодец у младшего так друзья слушайте а вот это интересно черт это засада здесь нету выхода где же был упал же выход был же выход что это я сделала ты эту кнопку нажала я путаю со сквером значит господи какие тут прямо пятна этой заразы дизер не действует я не знаю это какой-то бак или что что это такое почему он у меня не действует а куда я иду зачем я туда иду блин зачем я туда иду мне надо сейчас через густок и на ту сторону давайте попробуем да вот сюда визир почему же ты не работаешь то а здесь это облако торчит а постоянно теперь или не постоянно постоянно это все друзья я поняла я провалю этот день потому что потому что это то очень трудная задача у нас нету ничего детей нету это выгревший район где одни бандюки бродит которых непонятно как с ними бороться непонятно где кого искать но может быть мы конечно пробьемся к андрею если обойдем вот сейчас здесь так все это дело так магазины у нас тут есть нету есть но они побежали и и детей тут тоже нету вообще по большому счету что делается непонятно еще и крыса чертова есть блин но это мне уже вообще ничего не нужно теперь где мне брать патрона мне надо перец и знаете куда к этому как браги или как его там звали и закупаться у него а что делать отвяжись блин хрень и почему вы да давайте заражаться теперь задницу почему здесь опять заражен на район он уже был заражен и да пофигу блин будем заражаться отвали от меня а будем сами разносить заразу и пускай все сдохнут стало эй вот ты конкретно жаркий выдался денек жаркий жаркий открыть что я велел открыть ох я протрепалась все просмотрела я хочу с тобой поторговать скажи мне что у тебя есть дай мне пистолет я застрелюсь почему у тебя патрона 750 что я тебе могу продать я могу продать какие-нибудь золотые кольца которые этим детям я никогда в жизни не продам а мне нужно патрона у тебя всего пять четыре пять и этих мне тоже надо у меня три значит четыре пять шесть семь восемь вот на пять тысяч а что делать а что делать ну придется наверное так что я тебя могу продать кастеты эти ты почем а они вообще ничего не стоят все что стоит это вот эти вот золотые колечки я сделала следующее а я не буду их продавать и вот эти вот сапоги репелленты прочные высокие сапоги 25000 материал является хорошим репеллентом сохраняет ноги и голени от контакта с зараженными поверхностями почти не защищают икры от травм и собачьих укусов так этот от крыс не защищает берем друзья 30000 это в принципе все у нас останется 24000 я надеюсь что давай мы ему эти кольца все-таки скинем вот так вот понятно что их можно было выменить на патроны на самом деле 3500 мне погода не сделает ладно давайте заберем кольца 30000 так 30000 да все гриф 15000 цен у тебя елки так теперь я говорю что это у меня нет патронов да потому что их нету они очевидно все были в пистолете кстати сейчас вот я буду ремонтироваться у мужика моя одежда изношена вообще это ноль считайте сапоги прочная так мужик будешь мне чинить нет он со мной не разговаривает а время у нас обалдеть и здоровье у нас тоже обалдеть друзья я не знаю я сейчас в полное честно говоря растерянности потому что я не знаю может мне переиграть что ли или еще что то потому что это полная задница в которую я загнала своего бедного бакалавра бакалавра жюри иммунитет поднимает а таблетки надо было себя продать гриф иди сюда забери у меня таблетку повалился кувшин по воду держи сколько 70 но их хоть сколько то все так и у нас все поместилось прочее да место для журнальчика еще есть идемте чтоб тебя крыса я даже не видела где она тут ну так нельзя же чтоб прямо ты выходишь и у тебя под ногами крыса я сейчас зарежусь сама ладно друзья идемте а куда мы идем а кстати я сюда пошла в полной уверенности что здесь в игре выгоревший квартал каким он был вчера а тут у нас зараза вот почему тут у нас и крысы все остальное так но тем не менее мы идем сейчас на железной дороге и по железным дорогам зайдем вот в тот вот выгоревший квартал и как то вот так вот пойдем не знаю или как то так пойдем искать эту птицу в принципе смотрите так подождите это было здесь и ну все таки более менее где то значит вот в районе вот этой ладони этот стоял тут этот стоял тут ну значит этот тоже где то вот в этом районе должен стоять все равно я пойду через железную дорогу как бы там ни было я сейчас как стою я в принципе так и стою еще визир почему-то не работает да уже пофигу уже заразились еще не совсем понятно как эти песчаные ангелы работают я каждый раз до останавливаюсь замираю как мне в принципе и подсказывали как надо себя с ними вести и я не пойму они меня заражают или они просто трутся от меня если может быть от них бежать что будет все очень плохо мужик а че-то тут стоишь так это руки в боки а почему там опять заражена квартал секундочку что здесь должно быть подожди убери не дай бог еще зарежешь его здесь должен быть выгоревший квартал у нас какие-то там там опять пошли так ну и в общем я так что я увлеклась у нас время прошло очень много и не то чтобы я увлеклась сколько я действительно расстроилась больше всего но детей здесь и не было в этих районах так вот давайте-ка мы на этой безрадостной ноте наверное с вами и остановимся вот я сделала сохранку поэтому теперь можно тут немножко потолочься подольше посмотреть на речку плюнуть с нее кстати я впервые вижу дно этой реки как-то раньше я не обращала на это внимание некогда потому что было некогда и сейчас но пока есть сохранка начнем мы естественно раньше так вот все до свидания я не знаю насколько мы сделаем этот день сегодняшний либо день сделает нас что скорее всего но тем не менее инквизитор приехал и начались очень странные дни дела очень интересные но как бы это не был наш последний день друзья что ж насколько это будет так мы увидим с вами в следующей серии а всем кто посмотрел это я скажу огромнейшее спасибо всего вам хорошего и пока 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 Продолжение следует...